Каждый заемщик имеет определенный рейтинг, вернее, есть технологии оценки рисков, предоставленных кредитов тем или иным заемщикам. И есть компьютерная обработка таких данных, то есть вводятся основные данные по тому или иному заемщику, либо это физическое лицо, либо это какое-то предприятие, и компьютер выдает рекомендацию, он определяет рейтинг вот этого заемщика. Естественно, далее вступают в действия люди, которые могут в ходе беседы оценить кредит способность того или иного заемщика. У нас пока что в России бывают такие случаи, входят в дорогих шубах, а заработная плата очень низкая. И в этом плане нужна экспертная оценка человека, который работает в кредитном отделе того или иного банка. И он уже субъективно делает какие-то поправочные коэффициенты. А так, в принципе, каждого заемщика компьютер оценивает, исходя из множества факторов, в том числе, кстати, оценивает, запрашивая информацию из бюро кредитных историй. Если есть положительные какие-то данные, то, соответственно, ваш рейтинг будет повышаться. Есть отрицательные данные о возвратах кредитов, о платежах за телефонные услуги, за жилищно-коммунальные услуги. Это будет работать против заемщика, против человека, занимающего деньги, поскольку он не выполнял обязательства своевременно по тем или иным обязательствам. Любой банк оценивает, конечно же, кредитоспособность заемщика, и, соответственно, он оценивает его доходы, его семейное положение, его возможные затраты по другим услугам. Есть способ получения информации о кредитах, представленных другими организациями. Если человек нахватал много кредитов, естественно, его кредитоспособность падает, и возможности по возврату кредитов также сокращаются. Поэтому банки, собирая такой комплекс информации, уже принимают решения. Любой банк заинтересован в том, чтобы этих дефолтов было меньше. Есть, правда, кредитные организации, которые сегодня кредитуют как бы необдуманно, закладывая высокие проценты для того, чтобы кто-то не вернет за счет высоких процентов все-таки, так сказать, ну, получить доход, так сказать, и возвратность кредитов. Но это такая порочная практика, потому что высокий процент, он стимулирует невозвраты кредитов. Я думаю, что такие кредитные организации, во-первых, центральный банк будет поправлять, а во-вторых, сама жизнь их поправит, и они уйдут из этого рынка. Вот так. То есть, думаю, что банки все более ответственно будут подходить к выдаче, в том числе и потребительских кредитов, которые сейчас бурно развиваются, исходя из возможности вернуть кредит. Бюро кредитных историй, оно будет формировать базу данных не только о самом юридическом лице, а о реальных владельцах и руководителе той или иной компании. Естественно, как только возникнет информация о том, что вот пришел за кредитом такой-то человек, руководитель вот такой-то фирмы, не вернувший кредит, то мало шансов у него будет получить кредит. Законом оговаривается, что должна передаваться соответствующая информация, а информация, как правило, о юридическом лице затребует все, так сказать, и собственники, и так далее. Тем более, сейчас мы будем расширять возможности кредитных организаций по получению информации о юридических лицах в связи с борьбой с отмыванием капитала, полученных преступным путем. То есть, у них будет возможность запрашивать больше информации о той или иной компании, пришедшей за кредитом, и вообще осуществляющей банковские операции. Сегодня банк не обязан запрашивать согласие заемщика о передаче информации о займе, о кредите в Бюро кредитных историй. И многие банки пользуются этим, не запрашивают согласие. Не знаю почему, но вот такая ситуация возникает. Более того, многие заемщики заинтересованы в том, чтобы предыдущая информация также передавалась в Бюро кредитных историй, поскольку многие добросовестно выполняли обязательства перед кредитными организациями и хотели бы, чтобы эта информация хранилась уже, уже была бы в Бюро кредитных историй. Но поскольку банки не запрашивают, а многие заемщики не квалифицированные люди, не знают о том, что есть у них такая возможность сформировать хорошую историю о себе, они и не дают такого согласия. Поэтому мы внесли законопроект, в соответствии с которым банки обязаны запрашивать согласие у людей, у заемщиков о возможности передать информацию о кредите, о займе в Бюро кредитных историй. Причем не только той информации, которая сейчас формируется при получении кредита, но и той информации, которая уже накопилась в той или иной кредитной организации или в той или иной организации, для того, чтобы вот эта вся информация перешла в Бюро кредитных историй. Вы пришли в банк, хотите получить кредит, и банк у вас обязан спросить. Вот мы знаем, что у вас хорошая кредитная история, можно ли передать эту кредитную историю в Бюро кредитных историй, для того, чтобы там скопилась хорошая информация о вашей жизни, о выполнении вами обязательств. Вот такое право, вернее даже такую обязанность мы хотим вписать в закон для банков.